Пандемия коронавирусной инфекции усилила и без того разрастающийся мировой экономический кризис. В последние несколько месяцев в российской экономике наблюдается большой прирост оборота наличных денежных средств и увеличение цены золота. Рассматривая вопрос об рост цен на золото и увеличение количества наличных средств, следует говорить именно об этих двух факторах в совокупности, а не изучать каждый в отдельности. Главная причина такого следствия – это мировой экономический локдаун, практически полное прекращение ведения экономической деятельности, а точнее выход из него. Под конец лета 2020 года государства постепенно начинают возвращаться к обычному режиму жизни. Далеко не все введенные весной ограничения сняты, однако отсутствие некоторых из них уже позволило частным организациям возобновить свою деятельность, что в свою очередь оказало прямое влияние на состояние мировой экономики. Резкий неожиданный рост золота обоснован тем, что граждане организации уже приобрели и продолжают покупать золото, имеется в виду не приобретать материал, а переводить свои денежные средства на металлические счета. Причина этого проста – золото никогда не теряет в цене. Его стоимость либо сохраняется на фиксированном значении, либо растет. Еще во время экономического кризиса в 1990-х годах, когда произошла гиперинфляция, девальвация, а в дальнейшем дефолт, бывшие граждане Советского Союза и одновременно новоиспеченные жители Российской Федерации поняли, что наилучшим. Вариантом сохранения своих сбережений является покупка золота. Этот вопрос прокомментировал Дмитрий Потапенко, являющийся управляющим партнером НЖИНК. Золото уже практически того максимума стоимости, который когда-либо был, стоимость золота не падает только если не учитывать инфляцию, если принимать во внимание обесценивание денег, то золотые активы могут терять в цене. Естественно, что это обусловлено большим объемом вложенных средств. Однако на месте как граждан, так и организаций, я бы обратил внимание на другие виды металлических счетов, а именно на палладе и на платину. Безусловно, золото можно использовать в качестве инструмента для спекуляций, однако с данными металлами сделки выгоднее, так как их применение в промышленности значительно шире. Пандемии, введенные в РФ режим повышенной готовности, в очередной раз предоставили понимание того, что нет ничего надежнее, чем привычный кэш. Вследствие того, что на время ограничений многие граждане фактически лишились своих привычных источников доходов, государство в экстренном порядке вело льготы, подразумевающие выдачу так называемых вертолетных денег. Материальную поддержку получили семьи с детьми, граждане, потерявшие доход из-за пандемии и так далее, однако полученные наличные средства фактически не были получены гражданами. Как показывает статистика, примерно 52% полученных денег были потрачены на оплату имеющихся кредитом и микрозаймов. То есть государство помогло не гражданам, а банкам и МФО. В итоге, несмотря на выдачу наличных, фактически операционный баланс все равно остался в минусе. Если государство действительно желало помочь своим гражданам, то начинать раздавать деньги следовало до ввода ограничений, в результате которых экономическая деятельность остановилась. Согласно прогнозам спрос на наличные средства, восстановится до тех значений, которые были до коронавируса. Однако никакого прироста от этого отечественная экономика не получит. Пока речь не идет об улучшении состояния. Перед тем, как приступить к этой стадии, нужно стабилизировать экономику, а у правительства нет никаких новых идей, с помощью которых это можно было бы сделать в ближайшее время. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok